11-классница Екатерина Навала работает в теплице у школы уже вторую неделю. Свежие овощи отсюда идут на стол воспитанникам лагеря с дневным пребыванием. Школьница рассказывает, работать пришла добровольно, ведь здесь и на карманные расходы можно заработать, и время с друзьями провести. Про практику я узнала от учителя экономики. Нам каждый год предлагают платную практику, и мы сдаем документы. То есть в первую очередь мы учимся, что нужно подготавливать, как устраиваться на работу, и собственно, что это из себя представляет. Заработная плата у нас небольшая, но по сравнению с тем, сколько мы работаем, то есть всего 4 часа в день, а иногда мы раньше уходим, то это очень даже неплохие деньги. Фронт работ не ограничивается одной лишь теплицей. Уход за деревьями, поливка клумб, благоустройство территории. В школе особенно такой большой работы всегда хватает. Записываться и готовиться к практике начинают уже с февраля. Документы мы начинаем собирать, наверное, где-то с февраля месяца, ну как для обычных работников. Это есть НИЛС, ННН, счет в Сбербанке, который они открывают, то есть взрослые дети. Практика начинается с 14 лет. Уходу за зелеными насаждениями на школьной территории во время практики уделяют особое внимание. По традиции в сентябре первоклассники сажают деревца, за которыми потом необходимо приглядывать. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.